Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы продолжаем Голд Фарм в Легионе. Я уже прошел Изумрудный Кошмар за 15 минут полностью в режиме поиск рейда, залутал с этого по-моему полторы тысячи голды, и видосик с зачисткой Изумрудного Кошмара будет в описании. Сегодня же нас ждет Испытание Доблести, Цепдоль Ночи, Гробница Саргераса и Анторус Пылающий Трон. Но, коротко говоря, почему вообще Голд Фарм в легионовских рейдах теперь, можно сказать, нормальным стал? Все по причине того, что теперь вместо нуля-одной шмоточки мы лутаем 5 примерно с босса. Это замечательно, это круто, и, само собой, вещицы, которые падают с боссов, они очень хорошо продаются торговцу по хорошей цене. Ну и к тому же можно собрать различные сеты. То есть, например, если рассмотреть ДК моего, то что у меня тут? Ну, чуть-чуть не хватает. Тут две шмоточки, например, если ЛФРный сет рассматривать. Анторус, ну тут вообще 6 не хватает, потому что во время Анторуса я просто не ходил в ЛФР. Ну а смысл? Вот, так что какие-то сеты можно добрать, и порой даже ЛФРные сеты чуточку красивее. Но не будем отвлекаться, пойдем сначала в Испытание Доблести, ну и далее абсолютно по всему перечисленному списку. Покажи мне Испытание Доблести. Мопчик этот, который закидывает нас в ЛФРы, стоит в новом Долоране, рядом с Аметистовой крепостью. Подключу таймер, все ускорю абсолютно. В сумке оставил 9 900 000 голды. Не фотошоп. Вот, так что можно начинать. Добро пожаловать в ЛФР. Думаю, вы заметили интересную особенность на первом боссе, то, что получаемый урон у них снижен на 99% в тот момент, когда они стоят вместе. Просто в тот момент, когда Химдаль делал урок Доблести, я спокойно отвел ее и убил. Она начала регенерацию изначально, и все уже далее не представляет трудностей убить оставшегося босса. Трэш, что, по-моему, нужно зачистить, чтобы попасть внутрь, насколько я правильно помню. Проверим сейчас. Да, нет. Да, все-таки нужно. Окей. Только после зачистки всего абсолютно трэша, Хелия доступна для своего убийства. Это долго, конечно, все абсолютно. Мобы ставят разрозненно. Это действительно долго. Тут нужно, по-моему, по щупальцам отыграть. Ну да. Пробегусь быстренько на самом мобильном классе, да и все. Хорошо, испытание Доблести зачищено. 5 минут, 700 голды. Ну, неплохо, окей, хорошо. Там, конечно, не сразу я таймер подрубил. Все-таки боссы любят немножко поболтать. Окей, едем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Замечательно. Первый квартал зачищен. Даже с этого вещица упали всякие различные. Очень, конечно же, полезные и актуальные. Все мы дальше. Второй квартал цитутеля ночи. КОНЕЦ Вот сейчас я немножко не понял, какие тут следующие-то боссы после Ауриэль. Вопрос хороший. А, вот они, врата, открылись. Ох уж этот ЛФР. Окей. Все это просто-напросто сделано для того, чтобы люди сначала не шли на Этрая и совет сначала убивали Ауриэль. То есть вот эти закрытые двери, они раньше контролировали, скажем так, порядок убийства боссов в Ауриэль. КОНЕЦ КОНЕЦ Хорошо. Второй квартал проведен. Переходим к следующему, к третьему. Там уже, получается, будет Тихон Дрий. Эмм... Кросс. А кто еще? Кто остался, получается? Хм. Элисандра? Ну, наверное, она. Кто еще? Смотрим. КОНЕЦ 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 Тут в Уллфэйре так мало трэша. Вау. Хорошо. Мне не придется его собирать, дотать, как-либо кайтить, вот эти защиты всякие и прочее. Останется только подождать диалог, и я... Монолог, вернее. Ну, убью ее, и, получается, третий квартал окончен. Я думал то, что она вместе с Гулданом стоит в квартале, но, оказывается, нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, тут все-таки даже в Улфэйре есть ветра. И мы не забываем о том, что нужно идти на северную сторону. То есть, к тем горам. Не к Даларану, а именно к горам. Эх, я уж думал, у нас твой душ выпадет. Ну да ладно. С Цитаделью Ночи окончено. ОК, ушки. Я уже забыл, сколько голды было получено с Испытания Доблести. Если 700, то, получается, с Цитадели Ночи получено 2760 голды. 64, окей. Хорошее число. Будем честны. Идем дальше. Дальше нас ждет гробница Саргераса. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А есть ли к Саверару DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А есть ли, кстати, вероятность того, что с элферу упадет маунт? Это вот вопрос хороший. Да? То есть таким действием мы еще и пытаемся дропнуть маунта. Прикольно. Было бы неплохо, если бы он выпал. Но, наверное, я просто многого прошу. Идем далее. Второй квартал. Там уже, получается, будет Инквизиция. Что дальше? Сестры Луны, наверное, какие-нибудь. Мы посмотрим. Сестры Луны, наверное, какие-нибудь. Сестры Луны, наверное, какие-нибудь. Ну да, аккуратно тут не получится пройти. Ну, по крайней мере, нужно как-то по минимуму тут трэша зацепить. Думаю, ну, какой-то не особо интересный эффект имеется у этого трэша, насколько я правильно помню. И у меня еще вопрос имеется, как я буду снизу разбираться с трэшем. Окей. Смотрим, что из этого вообще получится. В любом случае, это будет интересно. Я уверен в этом. А, я просто могу сразу бить реактор. Я не думаю, что мне нужно предпринимать какие-то действия с бомбой. Здесь я не должен улетать с платформы. Нас верну. Субтитры сделал DimaTorzok. А не умру ли я от этого дебафа? Есть ощущение, что я умер, скорее всего. Ну, ладно. Перекрою ли я воиды. Похоже, я умер. Есть такое ощущение. Угу. Чисто за счет агония, да. Ладно, не буду это тянуть, просто-напросто прыгну вниз и сделаю репул. Потому что пулить с такими стаками агонии и вообще, что они еще нарастают по дэмэджу, это не особо приятно. Серьезно, мне придется искать Элитана. Хорошо, побегаем, поищем. Самое главное, с платформы не улететь. А можно ли тут улететь? Это же LFR. Наверное, нет. С гробницей Саргераса все покончено. Килджеден умер. Теперь начинается Анторус. Анторус рейд. Прекрасный, замечательный. Может ли тут какой-нибудь маунт упасть? Да, может упасть огнедышащая гончая. Но она у меня имеется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Не понимаю, что дальше. С кем мне нужно поговорить? Что мне нужно юзнуть? А может быть это все из-за того, что просто-напросто трэш не зачищен? Ну... Не проблема. Окей, сейчас это реализуем. Ну нет, это я уже фишки с норма ЛХМ и мифика реализую. То, что тут стоял пилар, который позволял просто-напросто прыгать дальше. Что тут-то особенного такого в ЛФРе непонятно. Какая же мерзость этот ваш ЛФР? Вот не ходил в него? И век бы еще не ходил. Но... Где пилон-то? Я что, не заслужил убийство совета? Да, ну быть такого не может. Нет, правда. Что такое? Что произошло? Скорее всего, мне просто-напросто нужно перепройти этот квартал. Серьезно. Окей, я ливну и начну по-новой. Ну что, момент истины. То есть, если я их убью, появляется пилон, значит, прошлое прохождение было благовано. Если никакого пилона не появляется, то значит, я где-то обманул сам себя. В общем, смотрим. Я вот, ну я просто не понимаю, что с этой игрой не так. Тут должен быть пилон. Ну я уверен в этом. Ну не могу же я сам себя обмануть. Окей, ЛФР, опыт Анторуса намного меньше, чем мифик. Опыт Анторуса, но все же. Должен быть какой-то пилон, который отправит меня к совету. Там даже вражеские мопцы есть. Но я думаю, вы заметили по ходу прохождения ЛФРов то, что там, где есть мопцы, значит, там, ну, есть боссы. Окей, что будет, если я просто прыгну? А я не могу прыгнуть. Угу. И что делать? Ну, там совет находится. Он находится именно там. А как мне туда попасть? Вопрос хороший. И, похоже, ответа на этот вопрос я не найду. Нужно писать техподдержку и спрашивать, почему так происходит, то, что при попадании в соло ЛФР, прорыв света, первый квартал Анторуса, нельзя попасть к совету. Ну, либо лыжи не едут, но второй вариант я отказываюсь принимать. Хорошо, идем дальше. Вторая часть Анторуса, надеюсь, будет работать успешно. Успешно. А, сначала Аннар идет по списку, точно. Для кого написан этот список справа? Не знаю, не знаю. А, сначала Аннар идет по списку. Эонар — это очень долгий босс. Но если запомнить, откуда идут мобы, а идут они всегда с одной и той же стороны по таймингам, то вы не будете так дико вертеть камерой, как я, и будете уже заранее знать, где выходят мобчики и куда нужно прийти. Ну только не говорите, что еще и Монар не прилетит. А нет, вот он он. Окей, ну, по-моему, это никак не избежать. Поэтому просто стоим в сне. С платформы я не должен влететь даже от двух, но на всякий случай АМС нажму. Нет, тут вообще, в принципе, отсутствует отталкивание. Хорошо. Вот и Монар умер. По-моему, в следующих кварталах нету всяких таких разрозненных путей. Там уже просто прямо идешь, и все. Но там я не потеряюсь, это уж точно. Вот и рухверные сложности. Ну, меня немножко до сих пор припекает с первого квартала. То есть, что не так, почему я не смог убить совет, почему меня туда не пустило. Это вот вопрос хороший очень. Продолжение следует... Вари матрас. Чудеса перевода не иначе. Остается лостовый квартал и, в целом, самый интересный. То есть, там получается Агромар плюс Аргус. Само собой, будут долгие, наверное, диалоги на Аргусе. Ну и пускай. Ох ты, тут даже нету никаких диалогов. Замечательно. Я уже и забыл об этом. Он почти умер. 3%? Ну ладно. Быть может с Герой он бы точно умер, и даже эта хаза бы не началась. Это было бы забавно. Ну все. Ну пайпнулся. Не добил 3%. Что уж тут поделать. По новой придется все проходить. Ладно. Это механика боя. Сейчас нас резнут, все будет хорошо. Итак. Все ЛФРы пройдены. Потрачено полтора часа, с учетом того, что первый квартал Анторуса немножко... Не хочет правильно работать. В итоге, наверное, потрачено где-то час 15 или час 10 или час 20. Пускай будет час 15. Окей. В итоге получено 7000. Ах да, нужно же еще продать то, что в текущий момент я получил. Конечно же. В итоге получено 7500 голды. Округлим. Ну, в целом это неплохо. То есть, по полторы тысячи каждые 15 минут. В среднем так и будет получаться. Хорошее число. Если у вас есть желание подфармить голдишку таким способом, таким методом, то дерзайте. К тому же еще красивый трансмог нафармите. Ну и также посмотрите на красивые рейды. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Не забывайте о ссылочках в описании. Мойте руки. До скорого.